Пять крупных нацкомпаний Ассамблей народа Казахстана совместно с Министерством информации и общественного развития подготовят пул профессиональных этномедиаторов. Предполагается, что их будет около 40 человек. Планы обсудили на заседании республики. Специалисты поделились итогами проделанной работы. По их словам, разработана пятидневная программа повышения квалификации. Кроме того, в 18 регионах прошли семинары по межэтническому примирению. Акимов, директоров школ, полицейских обучили политической грамотности и основам психологии. Мы провели во всех регионах обучение специалистов. Это акимы сельского уровня, участковые полицейские, руководители школ сельских, особенно в местах компактного проживания разных этносов. Это делается для того, чтобы мы могли заранее профилактировать и не допускать каких-либо недопониманий и инцидентов. Жилье для военных. Один из приоритетов госполитики Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с правительством. Президент поручил рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах. В Беларуси военные получают фиксированную зарплату. Вести бизнес и подрабатывать не могут по закону. Поэтому накопить на свои квадратные метры им нелегко. И сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военных служащих. Президент заявил, эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее. Сейчас военные могут снимать квартиру и получать за это компенсацию или строить свою на льготных условиях. Александр Лукашенко требует расширить поддержку, но подходить рационально и считать деньги. В планах предусмотреть для военных возможность приватизации арендных квартир после определенного срока службы. Официальные документы доработают и примут к 1 января. Специалисты посчитали, сегодня нужно построить около 700 тысяч квадратных метров для людей в погонах. Новоселом в таком жилье уже намерено стать около 9 тысяч человек. В этом году в Беларуси построят около 120 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой для военнослужащих. Никто не должен тянуть одеяло на себя. А вот тут принято решение наверху, сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит. Этого быть не должно. Экономика, ее суть в том, чтобы удерживать всегда балансы. То есть, если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если этих денег нет, в данном случае в бюджете, ну так и строить ничего не сможем. Вот баланс должен везде быть. 25 лет, календарный срок службы, и человек может принять решение, и это жилье аренное, значит, получить в собственность бесплатно. Планы по строительству аренного жилья, уже не ожидая даже указа по передаче в собственность, мы начинаем. Мы фактически эту работу уже проделали. Владельцы небольших частных предприятий в прифронтовых городах Украины, несмотря на серьезные потери из-за войны, стараются сохранить бизнес и помогают местным общинам хоть немного изменить жестокую реальность в лучшую сторону. В начале полномасштабного вторжения России в Украину они приостановили работу, но затем вновь открыли свои двери с новыми идеями. Мастерские испытывают сложности с поставками материалов для работы. Часть из них поступала из восточных районов Украины, где сейчас идут тяжелые бои. Но студию удается держать свои двери открытыми каждый день как для детей, так и для взрослых. Несколько предприятий и складов на окраине Николаева были разрушены в результате российского авиаудара. Офисы, производственные помещения, производители детских игровых площадок и другой инфраструктуры для города превратились в руины. Уцелела лишь небольшая часть. Потеряв то, над чем они работали десятилетиями, владельцы бизнеса нашли в себе силы начать с чистого листа новый бизнес с учетом суровой реальности окружающей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok